МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Зоне конфликта на Донбассе обострение. Боевики активно применяют артиллерию и минометы. За сутки враг нарушил режим тишины 34 раза. В результате один военный получил ранение. В районе Крымского противник Виолагони из артиллерийских систем 122-го калибра. Большая ситуация на востоке Украины в нашем сюжете. После того, как моего мужа убили на огороде в 2016 году, я здесь только днем нахожусь. Татьянин дом снова на линии огня. Мне 21.05 соседка позвонила и сказала, что дом горит соседям. Страшно. А что делать? Здесь я жила с семьей. Там родительский дом. Конечно, страшно. Поэтому ждем скорейшего мира. Фронт на окраине Маринки неожиданно вспыхнул. Во время хлебного перемирия люди уже начали отвыкать от звуков стрельбы. Снова занялись огородами. Над рядами огурцов на стене Оксаниного дома замазанные цементом следы от пуль и осколков. Юля была более-менее тихо. Сейчас опять начала. Прилетает сюда каждый день. И по несколько раз. Нас в принципе не видно, когда мы заходим. Но все равно. Прилетает, когда и не ходим, и ходим. Все может быть. Чем больше людей, тем больше потенциальных жертв. В ночь на 8 августа беспилотник АБСЕ зафиксировал колонны КАМАЗов, несущихся из России в Украину. Границу они пересекли на оккупированном участке. Что в фурах неизвестно. Но вот уже неделю, как боевики бьют более интенсивно и применяют крупный калибр. Минометы работали даже на тех направлениях, где долго было затишье. Минометы их работали неделю назад. Пристреливались. Сюда буквально слева от меня метров 10-20 падало, прилетало у осколковых СПГ. 82-й миномет в них в селе стоять. Они постоянно его возят туда-сюда. Возможно, боевикам пополнили запасы боеприпасов. Противник повсеместно проводит ротацию, уверены пехотинцы. Кроме того, они все чаще видят людей без формы. Поэтому огонь не открывают. Без оружия, без засоба без захиста. То есть мы не знаем, наше это, не наше. Открывать огонь по людям, которые без засоба без захиста и без брои мы не можем. Могут быть пленные, могут быть гражданские люди. Хаотичным огнем боевики провоцируют наших военных. Ждут ответного, чтобы подставить их под прицел снайпера. Снайпер перезаряжается, работают плотнее пулеметы. Пока отработали пулеметы, начинает работать опять снайпер, пулеметы перезаряжаются. Во время таких обстрелов за эту неделю на фронте погибли трое наших ребят. И если огонь из пехотного вооружения армейцам есть чем подавить, то вот минометные расчеты сложно достать из разрешенного оружия. Одна точка где-то за мостом у них, по идее, а вторая точка где-то по прямой за бугром. Переехать так быстро они не могли. Там просто мы бы заметили, если мы не переехали. Значит, получается, что два было бы миномета. Боевики с каждым днем все больше расширяют географию минометных обстрелов. Снаряды рвутся и на Луганском, и на Донецком направлении. На Приморском на огневые позиции вывели 120-й калибр. Игорь Левенок, Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Сегодня миссия ОБСЕ обнародовала новые данные. Наблюдатели обнаружили вблизи линии разграничения новейшую российскую военную технику. Десятки танков и артиллерийских систем. Кроме этого, беспилотники-наблюдатели впервые выявили военные комплексы радиоэлектронной борьбы, среди которых Красуха-2 и Былина. Они производятся только в России и сейчас проходят испытания. В сирийской провинции Идлиб в результате взрыва погибли около 40 человек, 12 из них дети. Десятки людей получили ранения, многие госпитализированы. Разрушены два жилых здания. Взрыв прогремел на первом этаже одного из них. Как выяснилось позже, там находился оружейный склад. Он принадлежал джихадистской группировке, причастной к Аль-Каиде. Идлиб, последний крупный анклав повстанцев, воюющих против Асада, ожидается, что именно он станет следующей целью сирийских вооруженных сил. Десять раненых, среди которых двое детей. Так завершился карнавал в британском Манчестере. Стрельба произошла этой ночью. Подробности расскажет Елена Абрамович. Пустые бутылки и стаканчики, грязные салфетки и обертки. Подобные атрибуты, которые обычно остаются после праздника, на этой улице Манчестера убирать не спешат. Тут могут быть улики. Локацию изучает полиция. А местные жители недоумевают. Как такое могло случиться? Честно говоря, у меня такое ощущение, будто я во сне. Я проснулся сегодня утром, а в чате все спрашивают, кто-то слышал о прошлой ночи. Включил новости, а там все это. Неприятно, что такой позитивный праздник так завершился. Карнавал, который начался накануне в этом районе, собрал 16 тысяч человек. Домой люди не спешили расходиться. Сообщение о стрельбе полиция получила в половине третьего ночи. Этот район Манчестера один из самых бедных и долгое время имел плохую репутацию, как место частых перестрелок. В этот раз среди десятка жертв двое детей. Один из них выписался, а девять остались в больнице. Их травмы серьезны, но, к счастью, не опасны для жизни. Могло быть намного хуже. Характер травм большинства потерпевших – это огнестрельные ранения. Что именно послужило причиной стрельбы? Кто стрелял? И связано ли это с терроризмом? Полиция пока не сообщает. Угроза теракта в местах массового скопления людей в стране по-прежнему высока. О днях, например, открыли дело против 26-летнего британца, который принял ислам. Он признался, что планировал убить более сотни человек, выехав на грузовике на оживленную торговую улицу Лондона. Оксфорд-стрит. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. 13 украинцев пострадали в автобусной аварии в Венгрии. Все они госпитализированы, один в коме. Травму получил водитель, венгр по национальности. Спасатели задействовали 4 вертолета. Авария произошла вчера во второй половине дня на трассе в области Ноград. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Пассажеры возвращались из Венгрии домой в Украину. Причины ДТП выясняют. Возле главной дороги номер 2 у поворота в сторону города Ноутинч. После обеденное время следовал микроавтобус, который при пока что неустановленных обстоятельствах съехал с дороги в Кювет и перевернулся. Пострадали 14 человек. Шум моторов, треск разбитого стекла, люди в балаклавах и стычки с полицейскими. Это не фабула боевика, а история ночных гонок в Ривне. Все происходило в одном из городских районов на парковке торгового центра. Его давно облюбовали местные дрифтеры. Почему до сих пор их вираже оставались без внимания патрульных, несмотря на жалобы местных жителей, обо всем подробнее расскажет Снежана Сидорук. Вот они, ночные развлечения ривненских дрифтеров. И по будням, и в выходные парковка одного из торговых центров превращается в площадку для гонок. В субботу просто набирается великого голоса через то, что это выходный день. Раньше там приезжали хлопцы на «Жигуля» и стояли, собрали, никто не крутил, никто ничего. Потом это все перерастало, все больше, появлялись больше людей, которые понимают, что им ничего за это не будет. Жители домов по соседству жалуются. Очень устали от рева моторов и визга колес. Даже без глушителя гонять невозможно. А тут же в основном в доме не пенсионеры. А хотят при этом, при такой погоде векна пооткрывают, балконы пооткрывают. И чтобы свежее повитро нашло, хоть поспать нормально. Суббота 11 августа на парковке у торгового центра, кроме гонщиков, жителей ближайших домов. Просят дрифтеров не шуметь. Полиция берет территорию в оцепление. Сначала все мирно, но тут на парковку прорывается бус. Несколько виражей и полиция бросается, чтобы остановить дрифтера. Тот таранит полицейский приус и продолжает движение, катая на капоте копа. Того, что произошло далее, не ожидал никто. На парковке появляются неизвестные. В балаклавах их около сотни. Кто эти люди, до сих пор неизвестным ни дрифтерам, ни полицейским. Парни в балаклавах битыми разбили два припаркованных автомобиля, рассказывают очевидцы. Постраждали автомобили людей, которые вообще не имеют отношения ни к дрифту, ни к нелегальному соревнованиям, сбору. У Копов тоже потеря. Два разбитых приуса и трое травмированных патрульных. У нас есть одна затриманная особа, которая совершила опору работникам полиции, которая пошкодила, протаранила полицейские авто. В соответствии, что до него порушено криминальное проведение, погроза или насильство работнику правоохранного органа. Также в результате этих всех действий был складен не один админматериал. Гонки незаконные, напоминают дрифтерам в полиции и обещают. Таких ситуаций не было бы, если бы у гонщиков была площадка для тренировок, сетует менеджер автоспортивной команды. Мы до местной власти пришли, попросили посприяти, даже не выделить майданчик, а посприяти, найти людей, которые готовы выделить, возможно, свои коммерческие парковки, для того, чтобы на 2-3 часа в неделю, в какой-то определенный час, могли люди прийти, заниматься дрифтом, слаломом. Но пока специальной треки для гонок нет, и местные жители надеются, что полиция все же образует экстремалов. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности телеканал Интер Ривны. Во Львовской области прямо у трассы неизвестные выбросили отходы животного происхождения. По предварительным подсчетам сгрузили около 6 тонн. И несмотря на такое внушительное количество, никакого дела в полиции открывать не стали. Почему? Все подробности у Галины Якушко. Останки животных, скорее всего, свиней, сбросили накануне ночью неподалеку от села Крэхев. Это в 200 метрах от трассы Львов-Роворусская. Кто их туда привез, неизвестно, но отходами завалено почти 50 квадратных метров обочины. Обнаружили все это активисты, подозревают, что забили животных, заболевших африканской чумой. Вот тут заглепив туша, бирка. Отходы тваринного похода. На месте, где сбросили останки, всю ночь дежурила полиция, чтобы отходы не растащили бродячие и дикие животные. Сотрудники Госпродпотребслужбы отобрали образцы и утром уже получили результаты анализов. Там древало доследование, древает до 5 часов. Результат негативный, бирка. Чума выключена, это самое главное. У нас уже было в таком состоянии, что до каких доследований проводить на шагин, все было нерегально. Как только были готовы результаты исследований, останки животных вывезли на утилизацию и сожгли на ветсанзаводе. А место, где их сгрузили, продезинфицировали. Разбираться, кто выбросил отходы в поле, в полиции, похоже, не собираются. Уголовного производства так и не открыли. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львовская область. В Сумской области пограничники открыли огонь по УАЗику, который прорывался через границу с территорией России. Об этом сообщили в госпогранслужбе. Автомобиль без номерных знаков пытался попасть в Украину возле села Гробовское. Патруль заметил машину и дал команду остановиться, но водитель УАЗа нажал на газ и едва не сбил одного из пограничников. Те стали стрелять по колесам авто. Водитель бросил машину и скрылся. В прицепе обнаружили полсотни тюков с шубами, дубленками, кожаными куртками и пуховиками, а также коробки с бижутерией и наручными часами. Кто причастен к контрабанде, еще устанавливают. Более 20 тысяч детей в Украине страдают ДЦП. Многие из них воспитанники интернатов, которые финансируют государство. Однако денег зачастую хватает только на зарплату персонала и часть медикаментов. А вот дорогостоящие операции детям помогают проводить благотворители. С уникальным домом-интернатом в Днепре уже более 10 лет сотрудничают в благотворительном фонде возрождения. Подробности в нашем материале. 16-летняя Маша воспитанница Днепровского детского дома-интерната. Практически с детства из-за церебрального паралича она не могла ходить. Однако после серии сложных операций длительной реабилитации стала на ноги. Хочу сказать огромное благодарность от себя. После того, как мы сделали операцию, я стала ходить. Это очень классно, это непередаваемое чувство, когда ты можешь ходить. Ты можешь везде сама пойти. Что тебе надо, ты сама сделаешь. Но это очень круто. И я рада, что я могу сейчас ходить сама. Так как раньше я сидела на коляске. Еще один воспитанник Днепровского интерната, 16-летний Вася, только начал серию сложных операций. Из-за ДЦП он тоже не ходил. В столице ему провели очередную операцию на ногах. Сейчас он не встает из коляски, ведь ступни до сих пор в швах. Он только начинает сложный и долгий процесс реабилитации. У Васи ДЦП, артрогриппоз нижних конечностей, нарушены функции ходьбы. И после операции, конечно, у Васи предстоит очень тяжелая реабилитация. Организовывает все это благотворительный фонд возрождения Владимира Михайловича Мунтиана. Поэтому я ему очень благодарна за участие в судьбе наших детей. Только эта одна операция Васи стоила более 3000 долларов. А их нужно будет провести еще несколько, говорит директор дома-интерната. Таких детей в Украине более 20 тысяч. Без операции «Перспектива» детей-сирот с ДЦП из интернатов «Дом престарелых». С фондом возрождения Владимира Мунтиана в этом детском доме сотрудничают уже более 10 лет. Ежегодно там оплачивают операции и реабилитацию десяткам таких детей. Очень многим детям реально можно сделать операцию, и вся их жизнь изменится. У них появится возможность жить полноценно, как все остальные люди. Строить семью, отучиться, устроиться на работу. И жить как все, ежегодно около 15-ти, бывает 20-ти, 30-ти детей мы делаем эти операции. Бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Они заново учатся ходить. Заново учатся вообще, вернее даже не заново, они учатся с нуля. Они никогда не ходили, никогда не делали каких-то вещей. Они учатся. Плюс это и болезненно, это непросто. Бывает, реабилитация занимает полгода, бывает год. Кроме этого, таким интернатам фонд помогает питанием и медикаментами, а детей регулярно возят на отдых. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. 37 человек погибли из-за наводнения в индийском штате Керала. Затоплены дома и сельху с угодья. Площадью тысячи гектаров. Люди из залитых водой районов переезжают во временные приюты. В регионе ввели наивысший красный уровень опасности. Сильные дожди заливают и юг Китая. 10 тысяч пассажиров пострадали из-за отмененных рейсов в аэропорту Джухай. Там затопило взлетную полосу и терминал. Улицы превратились в полноводные реки. Повреждены десятки авто. Дожди привели к оползням. Нет мелочи на милостыню, можно карточкой. Бездомные в Оксфорде переходят на новый уровень попрошайничества. Безналичный расчет. Это эксперимент благотворительной организации. Как он работает, разбиралась наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Это Терри. Он попрошайничает на улицах Оксфорда уже несколько лет. В последнее время люди все чаще проходят мимо. Попросту нет мелочи. Наличные расчеты в Британии почти прекратились. Но теперь желающие помочь Терри могут сделать это даже без монет в кармане. Всего-навсего отсканировав его QR-код с помощью камеры мобильного телефона. Тут же появится и информация о Терри. Я был грузчиком длительное время, но несколько лет назад отношения с моей партнершей испортились. Ситуация осложнилась и я стал бездомным. Я очень хочу вернуться к стабильной жизни. Но не все так просто. Бездомным не просто помогают зарабатывать больше. Полученные деньги будут строго подотчетны. Соцработники благотворительной организации сначала определяют цель для сбора денег. А потом переводят собранную сумму конкретно на эту цель. То есть сами бездомные не смогут распоряжаться пожертвованиями. В Оксфорде особенно большая проблема с бездомными. И безналичные подаяния могут дать им стимул собирать деньги на конкретные вещи. К примеру, на образовательные курсы, переквалификацию или покупку одежды для будущей работы. В случае Терри, к примеру, он хочет собрать 130 фунтов. Они пойдут на оформление документов, чтобы начать поиски работы. Многие люди не подают. Они уверены, что деньги пойдут на наркотики или алкоголь. Но теперь все изменится. Деньги будут идти через соцсотрудника, и можно будет проследить, на что они потрачены. Пока это пилотный проект, и в нем участвует всего двое бездомных. Но если все пройдет успешно, система охватит больше людей, ночующих на улицах. Проблема с бездомными в Британии не нова. С каждым годом становится все больше людей без крыши над головой. Сейчас таких около 300 тысяч. Это каждый 200-й житель страны. И вряд ли безналичные переводы помогут решить эту проблему на глобальном уровне. Но вполне возможно, что хотя бы несколько бездомных опять встанут на ноги. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Ремонт Харьковской филармонии, который тянется с 2005-го, вот-вот закончится. В Большом зале уже приступили к отделочным работам. Заказали мебель и готовятся проверить акустику. Продолжат наши корреспонденты. Пока на лесах под потолком рабочие золотом вырисовывают вензеля на лепнине, на полу Большого зала филармонии уже все готово для укладки дубового паркета. Укладывается паркет на вот такую вот идеально ровную. И такой же паркет ровный. Укладывается на клею. Большой зал филармонии на 777 мест уже почти готов. Под Харьковом на фабрике для него сейчас делают кресла. Точные копии тех, что были в 19-м веке. А из Тернополя ждут люстры. Люстры делают украинская фабрика. Они будут порядка 300 килограмм весить. Покрыты золотом. Целые хрустальные, очень красивые люстры. Такие же, как были в оригинале, но с современными экономичными лампочками. За кулуарами очертания будущего вестибюля. За этой стеной, за кулуарами, находится главный вестибюль. Там идут еще строительно-монтажные работы по каркасу здания. В данный момент идет монтаж кровли. Главный дирижер филармонии уверен, здесь будет отличная акустика. Ее обеспечит специальная ракушка, которая соберет все звуки со сцены и направит их прямо к зрителям. А сцена-трансформер сделает зал приспособленным для любого вида искусства. Здесь посмотреть можно будет и балет, и оперу, и любой концерт. Послушать здесь звезд мирового уровня абсолютно во всех жанрах. Благодаря тому, что яма поднимается, опускается, мы можем видеть оркестр впереди. Или наоборот, если яма закрывается, то мы имеем возможность увеличить зал. Вместе с Органным новый большой зал превратится в огромный филармонический комплекс. В целом комплекс сможет вмещать около полторы тысячи людей одновременно. Есть финансирование из государственного бюджета, из областного бюджета. Строительные работы идут максимальным темпом. Важно, что это не просто строительные, а культурно-исторические объекты. Так как на этой сцене и в этом зале выступали Шаляпин, были со своими премьерами и концертами Чайковский, Рахманином, Хачатурян. После каникул музыканты смогут провести первую репетицию в новом зале. А для зрителей обновленная филармония откроется в начале следующего года. Константин Редин, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Главная спортивная арена Украины 95. Десятки тысяч зрителей наблюдали здесь футбольные баталии Евро-2012 и финала Лиги чемпионов. Слушали голоса мировых звезд, оперы и рок-музыки. НСК Олимпийский сейчас вполне может конкурировать с лучшими зарубежными стадионами. Но многие киевляне любят и помнят его другим. Об имениннике и его поклонниках Лина Зеленская. Праздник по случаю дня рождения главной спортивной арены страны начался в 9 утра с утренней тренировки на стадионе. Ранок, неделя, 9, 9 ранку. Трошки тяжковато, але все равно таки, трошки я бодерість. Мы сюда прийшли, как я уже сказал, не с курками, не с шампанскими, просто відсвяткувати банально. Мы пробегли, кожен скільки зміг, минимум все сегодня пробегли 2 кілометра. Антон, самый младший участник праздничного забега, осилил 3 кілометра. Я сам футболист. И для меня это здорово. Еще и на таком прекрасном стадионе Олимпийске, это не так часто бывает. Мне нравится, я счастлива. 95 лет – целая эпоха. Эти трибуны видели олимпийских чемпионов, поп-звезд, оперных певцов и, конечно же, легенд мирового футбола. В одном из интервью Серхи Арама сказал, «Олимпийский в Киеве всегда будет ассоциироваться у меня с победой». Ведь именно здесь испанский клуб «Реал Мадрид» завоевал свой 13-й кубок Лиги чемпионов. Перед финалом Лиги чемпионов на Олимпийском сделали капитальный ремонт, увеличили количество мест для людей с особыми потребностями, усовершенствовали систему видеонаблюдения и установили оборудование для телемостов. Таковы требования УЕФА. И хотя арена теперь стала суперсовременной, многие киевляне с ностальгией вспоминают стадион времен Лобановского. Я был, когда тут были еще ламочки на этом стадионе, потом были бежевые такие сидения. И скамейки, и кресла теперь хранятся в музее спортивного комплекса. Вот таким образом выглядел бизнес-сектор НСК Олимпийский до последней реконструкции перед Евро-2012. Также в музее можно увидеть футболки с автографами звездных гостей Олимпийского, архивные фото, газетные вырезки о самых ярких событиях в истории арены, личные вещи украинских футболистов и даже макет футбольного поля. Небольшой секрет. Мы подогреваем поле. Есть специальные трубы, которые проложены под самой травой. И используется не вода, как жидкость для подогрева, а этилен, глюколь, который не замерзает при любых температурных условиях. Кстати, траву для газона привезли из Словакии 6 лет назад. И за последние годы это единственный стадион, который провел финал Лиги чемпионов на натуральном покрытии. К столетию спорткомплекса руководство Олимпийского планирует выпустить именную марку и монету, а также побороться за право принимать чемпионат мира по футболу. Лина Зеленская, Сергей Ведмить, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Можно ли подлететь к Солнцу, прогуляться с мальчиком-роботом и сыграть свадьбу в затопленной церкви? Об этом они только далее в нашем обзоре. НАСА успешно запустила исследовательский корабль к Солнцу. Беспилотный зонд «Паркер» стартовал с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект. Эта миссия – одна из самых дорогих в истории НАСА. Ее стоимость – не менее 750 миллионов долларов. Ежегодный Женевский фестиваль фейерверков завершился чередой красочных салютов. На шоу присутствовали более 400 тысяч зрителей. Это и местные жители, и туристы. Фестиваль проводится уже в 95-й раз. Он длится 10 дней. В многочисленных шоу принимают участие тысячи музыкальных коллективов. На улицах города работают сотни аттракционов. Лицо ребенка – тело робота. В Японии создали андроид, который похож на 10-летнего мальчика. Его создатель – известный профессор Хиоси Исигура. Своё детище он назвал Ибути – в честь персонажа, популярного на его родине аниме. Робот умеет имитировать походку ребенка, правда, с помощью колес. Более 80 тысяч бегунов приняли участие в ежегодной гонке в Сиднее. Это самый многочисленный и продолжительный забег в мире. Трасса составляет 14 километров и проходит от центра Сиднее до пляжа Бонди. Победитель гонки – австралийский олимпийский бегун Бенсент Лоуренс. Он преодолел это расстояние за 41 минуту. В Боснии прошел красочный метеоритный дождь. Местные жители и туристы собрались в городе Фоча. Отсюда лучше всего видно мерцание. Явление вызвано пылевыми частицами, которые выпускает комета Свифта Татла. Одна приближается к Земле раз в 135 лет. Но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Поэтому метеоритные дожди можно наблюдать каждый год. Истинной любви ничто не помеха. В Филиппинах влюбленные сыграли свадьбу в затопленной церкви. Хоть добираться к алтарю пришлось по колено в воде, но бракосочетание все же состоялось. Многие районы на Филиппинах сейчас переживают внезапное наводнение. Причина сильных дождей – юго-западный муссон, усиленный тропическим штормом. Баби-бом в Васильевском зоопарке. Это Запорожская область. На днях там родилось четверо львят и столько же персидских леопардов. Кто нянчится с малышами в зверинцах, где живет более 30 хищников, расскажут наши корреспонденты. Чтобы накормить этих проворных котят, у хозяина зоопарка в прямом смысле не хватает рук. За бутылочку с молоком здесь не детская борьба. Вот это уже хищники с первого дня от рождения. Они уже друг друга расторапывают морделя. Они уже каждый из них сейчас хочет с кем-то подраться из-за еды. Впрочем, говорит Александр, когда маленький хищник сыт, он куда по кладистей. Для того, чтобы они были более социальными, их нужно выкармливать самим. То есть три недели их кормила мама, и вот уже неделю кормим мы. Ну, слово кормим, это как-то, видите, с боями происходит. Эти персидские леопарды не единственное пополнение в зоопарке. На грудном вскармливании сейчас четверо львят. Характер у них поспокойнее. Можно и на руках подержать, и погладить, но недолго. Ну, вот реально 2,5-3 месяца, это просто маленькая катастрофа становится. Они не понимают, что у них большие царапучие прыгают на голову, там царапаются, кусаются. В общем, становится уже чем-то неуправляемым и страшным. А пока, конечно, няшечка. Александр Полышенко и его Центр реабилитации диких животных прославился 7 лет назад. Тогда, в августе 2011-го, он на месяц ушел жить в клетку хищникам и принял роды у львийцы. Цвета экрана, смотри, смотри, какой лев. Всего в этом зоопарке родилось уже более 60 львов. И это не считает десятков других хищников. Питомцы из Васильевки живут в Турции, Иране, Арабских Эмиратах, Франции. Возможно, Украину покинет и этот львенок, когда подрастет. А пока ему нужен тщательный уход. Вот, например, ежедневный педикюр. И вот он вот так вот аккуратненько ему подтачивает. Конечно же, ему не очень нравится. Ему хочется бегать. А тут такие процедуры, как у всех маленьких деток, это не в плане. День-два и в Васильевском зоопарке будет новое пополнение. Приплода ждет еще одна пара львов. Андрей Кровец, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Запорожская область. И буквально только что появилась информация о стрельбе в одном из центральных районов Киева. Якобы прозвучало пять выстрелов. Есть раненые сколько, пока не ясно. По предварительным данным, неизвестные пытались ограбить ювелирный магазин. На месте работают врачи и полиция. Все подробности в наших завтрашних выпусках. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok